Привет друзья! Пришла очередная посылка с элементами форм-фактора 21700. По идее это должна быть фирма Panasonic. На канале уже есть видео с тестами элементов launched в форм-факторе 21700, которые показали себя неплохо. Видео с тестами этих элементов я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Кто не видел, обязательно посмотрите. Надеюсь эти элементы Panasonic в форм-факторе 21700 покажут себя тоже хорошо. Стоимость Panasonic составила 3,5 доллара за штуку. Launched значительно дороже около 5 долларов. Заводского даташита на эти элементы я не нашел, поэтому пришлось брать характеристики с разных источников и анализировать. По емкости все понятно, везде ее указывают равные 4800 мАч. Внутреннее сопротивление у продавца не указано, но удалось найти в стороннем источнике и оно равно 40 мАч. Но что-то многовато. Его конечно же я измерю прибором, но чуть позже. Диапазон рабочих напряжений в разных источниках пишут тоже разный. 2,5 вольта, 2,6 вольта, 2,75 вольта. Я буду считать, что нижний порог равен 2,5 вольта, так как и другие элементы я разряжаю до этого порога. Верхний порог везде одинаковый 4,2 вольта. Вес 69 грамм. Размеры диаметр 21 миллиметр, длина 70 миллиметров. Стандартный ток заряда и разряда 0,33С, то есть примерно 1,6 ампер. Быстрый ток заряда и разряда 1С, то есть 4,8 ампера. Максимальный ток разряда 2С, то есть 9,6 ампера. В некоторых источниках пишут, что максимальный длительный ток 30 ампер, а кратковременный пиковый ток аж 40 ампер. По-моему, это реальная брехня. Хотя замеры реального внутреннего сопротивления и тесты расставят все на свои места. Вообще эти элементы, это походу какая-то заводская тайна получается. Характеристик нет. Возможно, Panasonic делает их чисто на заказ для той же Tesla и пока характеристики сливать не хочет. Итак, характеристики из интернета, это конечно хорошо, но я привык измерять все самостоятельно. Доверяй, но проверяй. Сейчас взвешу элементы. 69,4 грамма, 69,4, 69,5, 69,5. Примерно одинаковые. Вес элементов прям очень близко друг к другу. Измерю внутреннее сопротивление элементов. Внутреннее сопротивление щупов равно практически нулю. Сопротивление первого элемента 16,8 мОм, второй элемент 15,6 мОм, третий элемент 17 мОм и четвертый элемент 17,2 мОм. Подпишу элементы сразу. Буду использовать вот этот вот, у него самое большое, внутреннее сопротивление 17,2 мОм. И вот этот имел, по-моему, самое минимальное, 15,8 мОм. Для тестов я как раз отберу эти два образца. Левый с большим сопротивлением, правый с меньшим сопротивлением. Чтобы узнать емкость, нужно подключить элементы к зарядному устройству. И для этого нужно припаять к ним провода. С помощью флюса сейчас припаяю их. Что-то впервые я встречаю, что положительные выводы так плохо паяются. Как будто бы они из какого-то стального листа сделаны. Очень непонятно. Кстати, кто говорит, что точно. Если точная сварка лучше, чем пайка, то я, конечно, не соглашусь. Не совсем это так. Я уже давно заметил такой факт, что точная сварка при сваривании, даже если один раз приварить, и потом сразу же прикоснуться к этому месту, очень сильно обжигает палец. Если же припаять умело, с флюсом, быстро, и потом приложить палец, то это место не обжигает. Тем самым можно сказать, что точная сварка все-таки прогревает эти места сильнее. И если умеючи паять, и тут еще надо разобраться, что лучше, пайка или точная сварка. Но опять же уточню, что пайку нужно проводить умеючи, используя флюс и мощный паяльник. Отключу элементы к зарядному устройству. Так, этот с меньшим сопротивлением. Его я буду в итоге разряжать большим током. К нему прикреплю датчик температуры сразу же. Заряжать буду таким же током, как и все элементы, 2,5 А. Правда, лан, что я заряжал током 5 А. Но теперь я буду все заряжать током 2,5 А. Все, пусть заряжается. Как зарядится, сделаю замер внутреннего сопротивления и посмотрим, уменьшится оно или нет. В предыдущих образцах сопротивление уменьшалось при полном заряде. Элементы заряжены. Мне очень интересно, какое у них внутреннее сопротивление в заряженном виде. Сейчас я это узнаю. Отключу один провод от зарядки на всякий случай. Сопротивление щупов равно 0. Сопротивление элемента, грубо говоря, 15,4 милиома. Было 15,8 милиома. Сопротивление уменьшилось. В принципе, это и неудивительно. У всех литиевых элементов в заряженном виде сопротивление ниже, чем в разряженном. У левого элемента 16,8 милиома. Было 17,2 милиома. Тоже уменьшилось. Подключаю элементы обратно. И ставлю на разряд. Кстати говоря, по внутреннему сопротивлению. Исключение здесь есть. У лити-титаната сопротивление в заряженном и разряженном виде практически не меняется. Я так думаю, что это связано с его химией, естественно. И так как он не боится морозов, то электролит там специфический. И скорее всего, это влияет и на то, что и в заряженном и разряженном виде сопротивление не меняется. Правый элемент буду разряжать током 2С. То есть 9,6 А до 2,5 В. Это максимально допустимый ток, насколько я нашел в даташитах. Если их таковыми можно назвать. Кстати, если кто-то встречал даташит, то напишите мне в личку или на WhatsApp. Или в комментариях, что у вас есть даташит. Очень хочется посмотреть именно на заводской даташит. Левый элемент я буду разряжать током 1С. То есть 4,8 А. Тоже до 2,5 В. Температуру буду измерять более точно с помощью инфракрасного термометра. Потому что у зарядки не очень точно показывает. На 10-15 градусов точно врет. Из-за того, что здесь термоусадка и на самом датчике термоусадка. Два ампер часа израсходована. Пора измерить температуру. Температура терпимая. 55 градусов. Левый элемент имеет температуру 31 градус. Элементы разрядились и отдали прям что-то совсем мало. Прям очень мало. Причем в конце разряда ток был очень маленьким и он держался продолжительное время. Такое ощущение, как будто бы сопротивление их стало просто огромным. Либо действительно, может быть, какую-то добавку они добавляют в новые элементы. Которые замедляют химические реакции. 15,6 миллион. Причем в средней точке у него было даже больше. Очень странно себя ведет элемент. Может быть, действительно его надо погонять. 16,9. Тоже меньше стало, чем было в средней точке. Я сейчас поставлю их на ночь. Дам 4 цикла. Если они за эти 4 цикла не раскачаются, ну, тут уж точно надо будет открывать спор и возвращать деньги. 5 ампер поставлю разрядный и 3 ампера зарядный. 4 цикла. Все, пусть гоняется. Заодно и проверю, существует ли такое, что литиевые элементы с завода с добавкой и потом они раскачиваются. Как некоторые мне пишут в комментариях. Я такого на своей практике еще не встречал. Все оставляю на ночь. Утром будет виден результат. Элементы гонялись всю ночь. И еще получается до полвторого дня. Этот элемент. Ничего с ним не случилось. Как он отдавал? 3 400, 3 400. Здесь заряд-разряд практически бьет до десятка миллиампер. А вот у этого элемента здесь вообще какой-то трэш. Сначала в него залилось в первом цикле 3 500. Вылилось, так скажем, 3 300. Потом 3 800 залилось. Разряд 3 400. И так и пошло. Заливается 3 800 с лишним. Разряд 3 400. Короче, у него на нагрев... Вот он сейчас только что дозарядился. 1 час 40. Залилось в него 3761 миллиампер час. И он прям, ну, теплый. Куда-то у него энергия еще уходит. Что-то с ним не то. Короче, эти элементы полный трэш. Ссылку я оставлю в описании для того, чтобы люди видели этого продавца и не покупали у него. Больше не вижу никакого смысла возиться с этими элементами. Чисто для себя я еще прогоню вот эти два элемента. Но уже не вижу никакого смысла с этим возиться. Потому что если два элемента случайно выбранных имеют такие характеристики, то это уже с этим продавцом лучше не связываться. Открою спор. Приложу доказательства. Надеюсь, получится вернуть деньги. Вот такое вот видео получилось. Немножко, конечно, оно меня опечалило. Потому что потрачено было время. Думал, будет хорошее видео. А получилось вот так вот. Элементы оказались плохими. Придется еще искать продавца. Списываться, чтобы он конкретно сказал, что это оригинал, что емкость соответствует. И тогда только заказывать. Потому что кто-то не разбирается в моделях. Они есть разные. С разными буквами. Какие-то используются в электрокарах Теслы. Где-то еще используются по-любому. И поэтому эта фирма и ее модели очень популярны. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, поддерживает постоянно. Делится ими в социальных сетях. Ставит жирные лайки. И оставляет длинные комментарии из нескольких слов. От пяти и более. Это помогает алгоритмам YouTube продвигать видео и канал в целом. Чтобы больше людей знали, какие аккумуляторы стоит покупать. А какие аккумуляторы. Это вот говно. Не стоит покупать. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в новом видео на канале, друзья. Всем пока. Я протестировал оставшиеся два образца. И как я и ожидал, эти два образца практически ничем не отличаются от тех двух, что я тестировал. Естественно, я открыл спор. Сейчас вы видите его хронологию на своем экране. Сейчас я попытаюсь проинструктировать вас, как действовать в таких случаях, чтобы выиграть спор. Покупал я эти элементы довольно давно уже, 2 августа. Видео долго лежало на монтаже. И сейчас только вышло. Отправил продавец довольно быстро, спустя два дня, 4 августа. Не помню, когда элементы пришли. Но я их практически сразу же протестировал. И 16 сентября я открыл спор. Причину спора я выбрал. Емкость не соответствует описанию. Решение, которое бы меня устроило, это полный возврат средств. И я написал в следующий комментарий, что я протестировал элементы, и это подделка. Емкость совершенно не соответствует заявленной. Продавец заявляет емкость 4800 мАч. Но реальная емкость двух образцов 3450 и 3070 мАч. Также пишу, что присутствует сильный разброс по емкости. Скорее всего, продавец продает то, что было отбраковано на заводе. Это неприемлемо. Я хочу полный возврат средств. На эти деньги я куплю у другого продавца. В качестве доказательства я сделал скриншот из данного видео. На нем видно само зарядное устройство, сами элементы и отданная ими емкость. Через два дня, 19 сентября, продавец добавляет свое решение. Ничего возвращать он не хочет. И пишет в следующий комментарий. Здравствуйте, дорогой друг. Ваше зарядное устройство не точно показывает емкость аккумулятора, используемого в этом заряде. Данные заряда аккумулятора в разных состояниях разные. Он не может подображать фактическую емкость батареи. Какую-то чушь, короче, пишет. Далее он пишет, если вы не можете предоставить веские доказательства, мы не сможем предъявлять претензии поставщику. Если вы можете вернуть товар, мы сделаем вам полный возврат средств. Пожалуйста, выберите возврат для возврата средств. Также он извиняется, прости меня и говорит спасибо. По данному сообщению, из моего опыта, я уже сразу понимаю, что продавец не особо хочет возвращать деньги и будет включать дурака до последнего. Также продавец добавил еще одно решение, но оно немножко некорректно отображается в плане цены. Там был возврат товара и возврат полной стоимости. Насколько я помню, я не сразу увидел его ответ. Автоматически через два дня привлекается Алиэкспресс. И служба Алиэкспресс соглашается с решением продавца. То есть, возвращать деньги они не хотят. В данном случае я загрузил просто фотографию. Обычно это в большинстве случаев работает. Нормальные, честные продавцы сразу же признают свою вину. Особенно те, которые не хотят никаких проблем. Говорят, что без проблем вернут деньги, либо часть денег. Но в этом случае мне эти аккумуляторы не нужны. Я не знаю даже, что с ними делать. У них такой большой разброс. Поэтому мне часть денег не нужна. Я хотел полный возврат средств. Тут я понял, что обычный вариант, быстрый, просто с фотографией не пройдет. И загрузил видео в качестве доказательства. Вырезал кусочек. Там, где делаю заряд элементов, с последующим разрядом элементов. Где видно, как они отдают эту неполную емкость. При этом я отклоняю оба предложения продавца, так как они меня не устраивают. Через 4 дня продавец принимает решение Алиэкспресс, так как оно его устраивает о возврате 0 долларов. Естественно, а что еще можно ожидать? Естественно, ему это понравится. Проходит еще 10 дней и служба Алиэкспресс добавляет 2 решения. Первое. Возврат 7,01 доллара. Второе решение. Возврат товара. И возврат полной стоимости 14,02 доллара. Естественно, ни одно из этих решений меня не устраивает. Я добавляю в виде доказательства опять то же самое видео кусочек. И к видео прилагаю практически тот же комментарий, только добавляю к нему еще несколько предложений. В этих предложениях как раз есть уточнение. Что на видео видно, что я зарядил аккумуляторы и потом разрядил их зарядным устройством. Указываю стоимость зарядного устройства, что оно стоит 400 долларов. И это довольно серьезный прибор. Также я пишу, что занимаюсь тестированием и проверкой аккумуляторов и указываю ссылку на свой канал. Следом я отклоняю первое решение Алиэкспресс в возврате 7,01 доллара. Второе решение пока оставляю. Тут же немножко редактирую свое сообщение. Добавляю после ссылки на канал, что аккумуляторы бракованы. Отсылать их назад будет дороже, чем они стоят. Продавец продает брак с завода, обманывает людей и это неприемлемо. Здесь я специально делаю уточнение на то, что отсылать назад будет дороже, чем стоят аккумуляторы. Потому что не все сотрудники службы Алиэкспресс, которые принимают участие в споре, могут понимать, что для некоторых стран отправка назад в Китай может стоить приличных денег. И именно поэтому я сделал такой акцент. 9 октября продавец принимает второе решение Алиэкспресс. То есть возврат товара и возврат 14,02 доллара. Следом я изменяю свой комментарий и пишу. Получается, площадка Алиэкспресс поощряет таких продавцов продавать некондиционный товар? Я заплатил за этот товар более 14 долларов. Получил совершенно непригодные к применению аккумуляторы. Отправить их назад в Китай для меня будет стоить дороже их стоимости. И что я теперь должен с ними делать? Продавец даже с учетом возврата половины стоимости заработает на этом. А площадка Алиэкспресс поддерживает недобросовестных продавцов. И тут же я оставляю еще один в комментарии, в котором пишу. В любом случае я выпущу видео и расскажу об этом на многотысячную аудиторию. Аудитория сделает правильные выводы из этой ситуации, я уверен. А продавцу оставлю плохой отзыв. Не хочу, чтобы такие продавцы имели право продавать такой товар. Многие люди покупают такое и потом мне пишут в комментариях, что продавец продал им брак. Десятки и сотни тысяч людей теряют свои деньги. Но ведь такие некачественные элементы могут еще и загореться и нанести ущерб жизням и здоровью людей и их имуществу. Такое нельзя допускать. И еще раз загружаю доказательства на всякий случай. Затем 7 дней ничего не происходит и 17 октября приходит сообщение, что Алиэкспресс работает над решением возврата 14,02 доллара. И через какое-то время приходит еще одно сообщение, что служба Алиэкспресс добавила решение вернуть 14,02 доллара. Сейчас вы как раз видите финальное решение по спору, в котором Алиэкспресс пишет, что мы внимательно ознакомились с деталями вашего заказа. И мы информируем о вас, что по вашему спору было принято положительное решение о возврате полной стоимости вашего заказа. Отсюда можно сделать какие выводы? Что сотрудники Алиэкспресс не всегда компетентны в каких-то областях науки, в аккумуляторах тех же. Также они могут не понимать, что отправка назад может стоить дороже, чем сам товар для некоторых стран и так далее. Поэтому нужно все полностью описывать, чтобы сотрудники Алиэкспресс, которые занимаются спором, могли корректно понимать ситуацию. Надеюсь, на этом примере вам стало понятно, как более корректно действовать при возникновении спорных ситуаций на Алиэкспресс. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Если было полезным, ставьте лайк, если было не полезным, дизлайк. Также обязательно делитесь этим видео в соцсетях. Я считаю, что в нем довольно интересная информация, как по самим элементам, так и по самому спору. Я хочу, чтобы как можно больше людей посмотрели это видео и знали кое-какие тонкости, которые возникают в спорных ситуациях. И не боялись доказывать свою правоту. Особенно, если продавец высылает заведомо некондиционный товар. На этом у меня действительно все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До встречи на канале, друзья! Всем пока!